В нашей стране, чтобы уже завтра сыграть в одном концерте в Юрмале. Династию рыбаков встречала Галина Сладовник у нашего канала. Эксклюзивное интервью. Семью Казиников наша съемочная группа встретила буквально у трапа парома Стокгольм-Рига. Путешествие прошло замечательно, рассказывают музыканты. Отдохнули и настроились на предстоящий концерт. Проект «Отцы и дети» Михаил Казиник задумал еще в 2009 году, когда на песенном конкурсе «Веровидение» победил Александр Рыбак. «Отцы и дети» — это попытка соединить классику и хорошую популярную музыку, рассказывает музыкант. Если популярный музыкант воспитан с детства в классических традициях, то и музыка у него более высокого качества. Это уже не попса на потребу, не образованного вот этого огромного большинства, а это уже популярная музыка, в которой все время просвечивают элементы классического мышления, как у Саши. Концерт не случайно называется «Отцы и дети». На сцену зала «Дзинтери» вводят отец и сын Казиники и отец и сын Рыбаки. Было бы нечестно сказать, что у нас не было конфликта поколений, признается Борис Казиник. Но мы хотим поделиться секретом, как этого избежать. Муж и жена, у них есть шанс прожить долго и счастливо. У них есть шанс прожить долго и счастливо, если у них есть общий интерес, если есть точки соприкосновения, если он и она любят, скажем, танцы, если он и она любят оперу, если он и она любят сладости, что-то там печь, отношения отца и сына неким образом схожи. Еще один момент, понимаете, если представить себе дедушку, его сына и его внука, то дедушка любит вяльцы, сын любит Битлз, а внук любит Леди Ганну. И они издеваются, не понимают, смеются. А теперь представьте себе поколение, где интеллигент дедушка, интеллигент, сын в хорошем смысле, интеллигент, воспитанный внук. И они все трое любят Баху. Перед Бахом, как перед вечности, все равны. Конфликт поколения, это что значит? Ну, как ругались мы. Ругались, да. Он ругался. Как строгий папа. Строгий папа, но с любовью. Нашу семью тоже объединяет музыка. Рассказывает Александр Рыбак. С оркестром своего отца я играю как популярную музыку, так и классику и джаз. Семьи Рыбаков и Казинников знакомы уже давно, но выступать вместе будут впервые. Надеются, что все пройдет на высшем уровне. Мы приготовились. Я чувствую себя гораздо больше профессиональным сейчас, когда у меня только два концерта в неделю, чем в прошлом году, когда мне было восемь концертов в неделю. Потому что тогда я чувствовал, что я никогда не успевал ничего не приготовиться, не прочитать о концерте, ничего я не знал. А сейчас вот я уже несколько дней уже приготавливаюсь к этому. А репертуар я уже давно уже знаю. Буквально две недели назад Александр Рыбак сдал экзамен в музыкальной школе на высшую оценку. Некоторые из пьес он исполнит и на концерте в Зинтере уже завтра. Спасибо за внимание. Ну что, Андрей Дмитриев уже в студии. О чем поговорим? О музыке или о спорте? Привет, Света. О музыке поговорим после новостей спорта. В новостях спорта поговорим о спорте. Как раз, киша.